Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Прорыв года. В Харькове в лютый мороз без отопления остался целый микрорайон. Когда вернут тепло? Бюрократическая отрава. Кто и почему лишает украинских онкобольных возможности выжить? Распилили. В Прикарпатии лес исчезает на глазах, чьи доходы растут параллельно с этим процессом. Осторожно фермеры. За что президента Макрона освистали на агровыставке? Испытания холодом. В Харькове в 20-ти градусный мороз без тепла остались 130 многоэтажек, несколько детских садиков, школ и больниц. Причиной стал прорыв магистральной трубы. На ликвидацию этой аварии бросили все возможные ресурсы. Удалось ли справиться? Мы обязательно узнаем от Светланы Шекеры. Ее материал сейчас готовится к эфиру. Мы вернемся к этой теме буквально через несколько минут. Без тепла могут остаться и жители Теплодара в Одесской области. Местные котельные угрожают отключить от газоснабжения за долги. Об этом сообщили в мэрии. Городские власти получили предупреждение от Одесской ТЭЦ о том, что 28 февраля Одесса газ прекратит подачу топлива, поскольку потребители задолжали более 4 миллионов гривен. Мэрия просит горожан заплатить за отопление, чтобы ТЭЦ смогла рассчитаться с облгазом. Процесс в США над экс-премьером Павлом Лазаренко выходит на финальную стадию. После его завершения начнутся переговоры о распределении конфискованных активов. Об этом в интервью агентству «Интерфакс Украина» заявил замгенпрокурора Евгений Енин. Он также напомнил, что по решению швейцарского суда в Украину уже возвращены 15 миллионов долларов Лазаренко, а еще в пяти странах арестовано около 200 миллионов. Этот процесс продолжается в Америке более 8 лет. Совсем недавно Лазаренко вручили обновленный вариант подозрений. Речь в частности там идет об организации убийства народного депутата Евгения Щербаня и еще о целом ряде коррупционных преступлений. Напомню, в августе 2006 года Калифорнийский суд приговорил Лазаренко к 9 годам лишения свободы за отмывание денег, но уже в ноябре 2012-го экс-премьер вышел на свободу. Вора в законе по кличке Хасан задержали в Харьковской области. Его уже депортировали в Россию. Настоящее имя этого человека – Заур Домбаев. Ему 56 лет, он жил в Выжгороде. По данным полиции распределял так называемый воровской общак. Деньгами Хасан снабжал преступников в тюрьмах и на воле, а после вербовал их для участия в организованных группировках. Боевики на Донбассе ударили из тяжелых орудий по мирным жителям. Жилые дома в поселке Луганское обстреливали из артиллерии 122-го калибра. Чудом никто не пострадал, но люди остались без электричества. А вот в армии без потерь сегодня не обошлось. Один военный погиб и еще один был ранен. Противник вел огонь по украинским позициям возле Зайцева, Крымского, Водяного, Шахте, Бутовка. Все подробности расскажет Игорь Левенок. Поселок Луганское. Ремонтные бригады восстанавливают линии электропередач и газопровод. Мирные жители приходят в себя. Окупанты ударили из артиллерии по жилому сектору. Чудом никто не пострадал. Десятилетняя Диана говорит, осколок от снаряда залетел в окно и пролетел в нескольких сантиметрах от нее. Для местных жителей уже давно не секрет, откуда к ним прилетают смертоносные сюрпризы. Армейцы фиксируют обострение вдоль всей линии фронта. На северном фланге Светлодарской дуги враг ударил из крупнокалиберной артиллерии по селу Троицкому. А это нулевая позиция наших бойцов в районе Троицкого. Солдаты говорят, таких обстрелов здесь не было с февраля 2015 года, когда велись бои за Дебальцево. Там было все. 120-й, 80-й, САУ и работал танк. Давненько такого не было. Три года назад на этом месте погиб экипаж нашего танка. Бойцы установили мемориальный знак. Танк здесь так и остался, но, к сожалению, враг его видит как на ладони. Боевики используют железную громадину как ориентир для наводки своей артиллерии. Извините, как-то его замаскировать или убрать у нас просто нет возможности. Канонада вдоль линии соприкосновения раздавалась непрерывно. Поэтому военные стараются по минимуму находиться на открытой местности. Говорят, оккупантам пришел очередной так называемый гум-конвой. Снарядов они не жалеют. Да, больше сотни это однозначно. Потому что за полтора суток, я же говорю, головы некогда было поднять. Игорь Левинок, Андрей Костюк, Сергей Байдала. Подробности телеканал Интер. Надавить на власти Сирии призвали Владимира Путина Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Обострение боевых действий в этой стране они обсудили по телефону. Но лидеры Франции, Германии и России говорили также о доставке гуманитарной помощи в пострадавшие районы. В частности, в Восточную Гуту, где уже неделю не утихают бои. Политики согласились, что резолюцию ООН о 30-дневном перемирии на территории Сирии нужно выполнить немедленно. Напомню, накануне Совбез ООН единогласно проголосовал за прекращение огня. Двойной теракт в Йемене. В результате двух взрывов в городе Аден погибли как минимум 14 человек и еще полсотни были ранены. По данным местной полиции, взорвались напичканные взрывчаткой автомобили, за рулем которых находились смертники. Главной целью этого нападения был лагерь антитеррористических сил в юго-западной части города. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Без вариантов. В минувшем году ряд необходимых препаратов для онкобольных Минздрав исключил из национального перечня медикаментов. Это лекарства, которые закупаются за деньги государства. По сути, деньги эти разрешили выделить из местных бюджетов, но при одном условии. Практически невыполнимом. Все подробности расскажет Станислав Кухарчук. Доброе утро. Лекарства Наталью хоть и с перебоями обеспечивали в онкодиспансерии. Рекомендовано его принимать всю оставшуюся жизнь. Жизнь моя зависит конкретно от этого препарата. И вот два месяца назад сказали, ну с первого числа вышел указ, что он не включен в список, этот препарат. И главврач сказал, что Наташа, я не знаю, что делать, мы не будем. Я прекратила лечение. Речь о национальном перечне препаратов, закупаемых за бюджетные средства. В прошлом году Минздрав попросту не внес тростозума в список, как и альтернативное лекарство. А только в черкасском онкодиспансерии в лечении им нуждаются еще как минимум 11 пациентов. Замначальника облздрава уверяют, хоть препараты и исключили из перечня, в больнице он должен скоро появиться. Минздрав еще не закрыл прошлогодние заявки. Закупать препарат за деньги региональных бюджетов Кабмин не запрещает, но по факту сделать это невозможно. Пациентов онкологического диспансера в лекарственных засобах внести до национального перелета. Вот только такого стопроцентного обеспечения препаратами из списка ни активисты, ни пациенты не припоминают. Кроме препаратов для онкобольных из национального перечня Минздрав убрал десятки жизненно важных и дорогостоящих медикаментов от гепатита С и редких заболеваний. При этом в министерстве даже словом не обмолвились, каким образом региональные бюджеты могут проводить подобные закупки. Онкология это одна из, она просто самая болючая и получается самая дорогая. Но на самом деле ситуация с национальным перечнем и с тем, что сейчас происходит, то есть о чем мы сейчас говорим, она касается совершенно всех нас. Потому что мы не знаем, как будет завтра, если придется обратиться в больницу с тем же самым аппендицитом. На наш запрос о будущем исключенных из национального перечня препаратов в Минздраве ответили сухо и обтекаемо. Дескать, тот же Трастозумаб, хоть и рекомендуется внести в перечень, но сперва следует обосновать его экономическую целесообразность. Для себя Наталья это уже давно сделала. От Трастозумаба сейчас зависит ее жизнь. Когда препарат с перебоями поставляли в больницу, девушке приходилось покупать его самостоятельно. Для этого она даже продала квартиру, но деньги уже давно закончились. У них есть акция, ты берешь две упаковки, то сразу там 100 тысяч, и потом выдается такой корешок, он заполняется врачом, и третье теперь дается бесплатно. Уже два месяца Наташа просит через соцсети помочь ей собрать деньги на новую дозу Трастозумаба. И медикамент ей нужен уже сейчас, иначе завтра для Натальи может не наступить. Станислав Кухарчук, Наталья Шумакова, Павел Тимошенко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Если вы хотите помочь Наталье Самойленко, реквизиты ее банковской карты вы найдете на сайте подробностей.ua в разделе «Мы помогаем». В Украине запретили вакцину от кори и краснухи с российской регистрацией. Об этом сообщили в государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. В распоряжении у 15 февраля говорится о том, что решение о запрете принято после письма одной из фармакологических организаций. По данным Минздрава, с начала этого года в Украине корью заболели более 5000 человек. Большинство из них дети. От осложнений умерли шестеро человек. В Прикарпатии полным ходом рубят лес, несмотря на запрет. Горные склоны лысеют на глазах. Активисты при этом говорят, что знают именно о тех, кто крышует незаконную лесозаготовку. А вот лесники утверждают, что пилят законно. Все подробности в материале. Лысые горные склоны начинают просматриваться еще за несколько километров до села Мысловка. А вот реальные масштабы катастрофы можно оценить только въехав в сам населенный пункт. Куда ни глянь, сплошь одни пиньки. Село срубали полностью. И на лево, и на право. Где есть подъезд, где есть подъезд, они все тут рубают. Все рубают. И рубают не то, что у нас гнило, а рубают, чтобы было деловое. Гору тут срубали, может, за три года, но целую гору, там, гектарю 50. За четыре года остались одни молодняки. Дричка лесохла полностью. Местный активист Василий Мельник рассказывает, с незаконными рубками борется уже не первый год. Когда-то, признается, и сам был лесорубом. Поэтому все схемы хищения леса ему хорошо известны. Говорит, чаще всего лесники подделывают документы, выдавая добротный лес за низкосортную древесину. Или же используя при перевозках по несколько раз одни и те же талоны на кругляк. Защитников леса в селе нашлось немного. Работы в Мысловке нет, и большинство жителей живут за счет лесозаготовки. Сотрудники лесничества уверяют, все рубки обоснованные, плановые. Мол, за прошлый год спилили не больше 30 тысяч кубометров леса. На вопрос о незаконных рубках отвечают так. Но активист уверяет, дела попросту заминают. По его данным, этот бизнес крышует начальник районной полиции. Мол, у него здесь даже свое лесозаготовительное предприятие, зарегистрированное на его племянников. Начальник полиции Хомин Василий Дмитриевич мает свою технику, мает два трактори Т-4, такие как танки русского производства. Мает три самопогрузчики, мает 20 коней, пару человек оформлено. Вин особенно, он рубает у дельянки. Ваши родители, племянники мают какое-то отношение к лесозаготовке? Никаких. 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 Ни родителей, ни племянников, таких, как я считаю, Мельник, Сабани, он там называет. Я ни одного виду, что до них нет. Они никакие, я не мои родители. Тем временем, активист добился, чтобы вырубкой леса в Мысловке заинтересовались в службе безопасности Украины. В ближайшие дни в село нагрянет очередная проверка. Ольга Теребинская, Жанна Дучак, Зиновьев, Танас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Неизвестные осквернили могилу леса украинки. Вандалы украли бронзовые элементы этого памятника. Об этом сообщили в НАЦСоюзе писатели Украины. Пропажу обнаружили в субботу, накануне дня рождения поэтессы. В Союзе уже готовят обращение в полицию. Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыт на неопределенный срок. Так иерархии греко-католической и армянской церквей протестуют против действий израильского правительства. Они недовольны новым законопроектом, который позволяет государству конфисковывать принадлежащую церкви землю. Считают этот документ расистским и дискриминационным. Под фермерский свист попал президент Эммануэль Макрон на главной французской агро-выставке. Чем он так разозрил активистов и собирается ли он менять свою позицию, узнаем от Елены Абрамовича. Эта агро-выставка – одно из флагманских событий во Франции. Ее всегда посещают президенты страны. Когда-то Николай Саркази заработал тут себе плохую репутацию. Оскорбил мужчину, который отказался пожать ему руку. Эммануэль Макрон ведет себя иначе. И даже меняет свой маршрут, чтобы пообщаться с недовольными и объяснить им свою политику. Французские фермеры обеспокоены переговорами о торговом соглашении с Южной Америкой. Я не знаю, будут ли южноамериканские торговые переговоры завершены. Слабое место этого сектора в том, что мы отправляем слишком много молодых животных за границу. Как результат, в ресторанах 70% мяса, которое мы едим, не производится во Франции. И это наша вина, а не Южной Америки. Недовольны фермеры сложной процедурой получения субсидий и конкуренцией со стороны экспортеров. Во Франции есть требования к стандартам для обеспечения качества. Но в страну завозят продукты из таких стран, как Аргентина или Соединенные Штаты. Они совсем не соответствуют нашим требованиям и прямо конкурируют с нашей фермерской продукцией. За несколько дней до открытия выставки Макрон пригласил сотни молодых фермеров к себе в президентский дворец. Пообещал защитить их от иностранных покупателей земли. И это помогло избежать масштабных демонстраций во время выставки. Впрочем, протесты в стране не заканчиваются. Бастовать в следующем месяце готовятся работники железной дороги. Недавний аудит показал размер убыточности госпредприятия. 3 миллиарда евро в год. Макрон решил сократить некоторые льготы и закрыть невыгодные маршруты сельской местности. Протесты и демонстрации во Франции неоднократно заставляли правительство отказываться от своей политики. Но не Эммануэля Макрона. Даже после самой масштабной волны в сентябре-октябре прошлого года ему удалось продвинуть свою идею сокращения 120 тысяч рабочих мест в госсекторе. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Зима не то, что близко. Зима уже прямо в квартирах. Готов к эфиру наш материал из Харькова, где жители нескольких многоэтажек вторые сутки без тепла. Как они спасаются от холода, расскажет Светлана Шакера. Более 120 домов вторые сутки без отопления. Сегодня коммунальщики весь день пытались ликвидировать аварию. Но о ходе восстановительных работ сотрудники теплосетей рассказывать не хотят. На контакт не идут. Все. В гимназии на улице Амосова развернули штаб по ликвидации последствий аварии. Из Киева в Харьков срочно прибыл замминистра инфраструктуры ЖКХ и замглавы госслужбы по чрезвычайным ситуациям, чтобы лично координировать ремонтные работы. Этот мужчина пытается догнать убегающего чиновника. Говорит, живет рядом и видит, сколько воды утекает из дырявых труб. С 2004 года 50-70 кубов в сутки, я пишу, никто не реагирует. Теплосеть подогревает полностью. Петринковское водохранилище, посчитайте, сколько миллионов уходит. В областном доме ребенка сейчас плюс 23. Утром спасатели поставили здесь пушки для обогрева. С утра уже приехал МЧС, поставили нам 4 тепловых пушки. В принципе, вот ее вполне хватает для отопления помещения. То есть вы увидели, что температура достаточно адекватная. При 17-ти градусном морозе квартиры стремительно остывают. В жилом массиве спасатели развернули палатку для обогрева. Люди приходят погреться и выпить горячего чаю. Прос 10, прос 12. С пятницы, ну, одеты ходим в куртках, в шапках. Из-за включенных обогревателей в некоторых домах не выдержала проводка. Вторые сутки нет электричества. У медкомплекса спасатели поставили электростанцию. Здесь имеется электроподстанция, которая возможно подключение для подачи электроэнергии. Электроэнергии, конечно, в первую очередь для лечебных учреждений. Почему? Здесь не надо забывать, что это и родильное отделение. Работа в медицинских учреждениях не приостанавливается. И операционные и так далее. Они продолжают работать. Полностью справиться с последствиями аварии чиновники обещали до 6 часов вечера. Теперь в мэрии озвучивают новый срок. Люди будут с теплом только завтра к обеду. Спасатели тепловые пункты не сворачивают сегодня ночью. Синомтики обещают до 20 градусов мороза. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интерхарьков. Новая политическая сила появилась в Великобритании. Событие это весьма экстраординарное. В этой стране политические взгляды передаются чуть ли не по наследству. А последние полвека здесь правят консерваторы и лейбористы. Все детали у Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Возрождение. Так назвали новую партию Великобритании. По мнению основателей этой политсилы, Брексит уже сильно навредил стране. Вот они и собираются спасать положение. Собственно, цель у этой партии одна. Остановить выход из Евросоюза. Времени на воплощение этой идеи очень мало. Развод должен состояться уже через год. Поэтому Возрождение решили воспользоваться успешным опытом зарубежных коллег. Они консультируются с французской партией «Вперед, республика». В 2016-м на тот момент кандидат в президент Эммануэль Макрон создал ее всего за год до выборов. Но результатов достиг ошеломляющих большинство в парламенте и должность главы государства. В Возрождении надеются повторить успех французских коллег. Пришло время для новой партии. Страна идет по неправильному пути и отчаянно нуждается в новом лидерстве и новых идеях. Миллионы в этой стране чувствуют себя политически бездомными и брошенными. Сторонники и противники Брексита старые и молодые, северяне и южане. Многие разочарованы ложными обещаниями по выходу из ЕС. Как свидетельствует история, Великобритании новым партиям приходится нелегко. Главные политические силы были созданы еще в 18 веке. И очень часто их членами являются целые династии. Последние полвека у руля страны по очереди находятся лишь две партии. Консервативная и лейбористская. Для примера, в Украине больше 350 партий. А в Великобритании всего 10. Одна из самых молодых партия независимости ЮКИП. Ее создали и в 1993 году. Как и у новой политсилы Возрождения, у нее была одна задача. Правда, противоположная. Вывести страну из ЕС. И пока этот вопрос оставался актуальным, партия была довольно успешной. А как только цели добилась, оказалась на грани распада. Так что, исходя из прошлого опыта, особых надежд на новую силу в стране пока не возлагают. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. В какой стране руководители могут получить пожизненное правление? Почему очередная ракета Илона Маска не смогла стартовать? И для чего нужна не портящаяся пицца? Обо всем этом прямо сейчас. Подтушили факел. В южнокорейском Чонхане официально закрыли зимние Олимпийские игры. Отпраздновали ярким пиротехническим шоу. В небе с помощью десятков фонариков изобразили белого тигра Сухарана. Символ этих соревнований. Все спортсмены танцевали и пели вместе на главном стадионе Олимпиады. Лидером общего медального рейтинга стала норвежская сборная с 14 золотыми наградами. Украинские спортсмены в этом году завоевали одну золотую медаль и заняли 21 место. Пожизненную власть могут получить китайские руководители. Из Конституции собираются исключить ограничение срока пребывания у руля страны. С таким предложением выступил Центральный комитет Коммунистической партии Китая. Поправки будут касаться председателя и вице-председателя КНР. Сейчас Конституция позволяет занимать эти должности не более двух сроков подряд. Если изменения одобрят, нынешний глава Китая Си Ци Пинь сможет руководить государством сколько угодно. Американская компания SpaceX отложила сегодняшний запуск ракеты Falcon 9. Об этом она сообщила в Твиттере. Ракета должна была доставить на орбиту испанский телекоммуникационный спутник. Старт отложили из-за проведения дополнительных тестов. Компания будет проверять систему герметизации некоторых конструкций Falcon 9. Новую дату запуска пока не сообщают. Крупный некрополь возрастом более двух тысяч лет нашли недалеко от египетской столицы Каира. В нем 17 идеально сохранившихся мумий в деревянных и каменных саркофагах. Кроме них бронзовые, позолоченные и костяные украшения, маски, амулеты, глиняная посуда и более тысячи погребальных статуэток. Раскопки начались в 2017 году. Но археологи говорят, это только начало. Чтобы полностью исследовать находку, нужно еще как минимум пять экспедиций. Не портящуюся пиццу будут получать в сухом пайке американские солдаты. Она будет пригодна к употреблению в течение трех лет. На создание пиццы, которая не пропадает даже в условиях жары, специалисты потратили не один год. Все это для того, чтобы скрасить тяжелую службу солдат. Ведь пицца будет напоминать им о доме. Новые сухопайки начнут выдавать военным уже в 2019 году. В Германии раздали золотых и серебряных медведей. Завершился 68-й Берлинский кинофестиваль. Кто получил главную награду и как приняли украинское кино? Давайте посмотрим. Приз достается картине «Не прикасайся». Главную награду немецкого берлиналия «Золотого медведя» вручили румынскому режиссеру Адине Пантелии. «Не прикасайся» — ее первый полнометражный фильм. Удивительное сочетание игрового и документального кино. Так отзывались об этой работе кинокритики. Но победа ленты для многих стала неожиданной. В основу фильма легла история женщины, которая не выносит чужих прикосновений. Поэтому решается на особый вид телесной терапии. Мы все очень счастливы. Берлиналия — это прекрасная платформа, чтобы выразить себя и поговорить с миром. А наш фильм — это приглашение к диалогу и протест против обычных взглядов на близости и отношения. Я думаю, что это актуальный дискурс, когда в обществе существует столько агрессии и столько трудностей в общении. Берлиналия — один из главных кинофестивалей мира. Многие из кинолент этого года бросают вызов зрителям. В фокусе — беженцы, политики, а еще мир женщин. Жюри осмотрело более 8 тысяч работ. В основную программу вошли 19 самых сильных. Гран-при присудили фильму «Лицо» польского режиссера Молгожаты Шумовской. Ее главный герой получает серьезные травмы при возведении гигантской статуи Иисусу. И ему требуется первое в стране трансплантация лица. Это очень особенный, уникальный момент в истории, когда женщины начинают громко говорить о своих правах. Когда женщины становятся более заметными в киноиндустрии. Я думаю, что таким образом мы создаем будущее, и наши дети будут жить совершенно иначе. «Серебряный медведь» — приз Альфреда Бауэра за открытие новых горизонтов в кинематографе достался режиссеру Марчелло Мартинесси за фильм «Наследницы». Лучшей актрисой стала 68-летняя Анна Брун, которая исполнила роль художницы в этой ленте. Украину на фестивале представляла картина «Когда падают деревья». Это первый игровой фильм Марыси Никитюк. Наград он не получил, но публика восприняла его очень тепло. Наталья Шумакова, Лина Зеленская. Подробности — телеканал «Интер». На Евровидении 2018 Украину представит певец Меловин. В финале нацотбора боролись шесть участников. Меловин получил пять баллов от судей и шесть от зрителей. Всего на балл больше, чем у певицы Таянны. В аудиторской кампании сообщили, что во время финала поступило 179 тысяч голосов. Конкурс в этом году пройдет с 8 по 12 мая в столице Португалии и Лиссабония. По результатам жеребьевки Украина попала во второй полуфинал этого соревнования. Лучше позже. Спустя 30 лет в Харьковской области все же завершился ремонт бассейна для юных спортсменов. И он уже принимает первых пловцов. У кого теперь есть шанс завоевать медали? Видели мои коллеги. Герман Горожа в этом бассейне занимается 4 года. Показывает свои награды. Победил на всеукраинской спартакеаде для детей, поверь в себя. Мечтает стать мастером спорта по плаванию. Это дедушка меня повел в плавание. Я уже 4 года занимаюсь плаванием. Добиться еще быстрее, быть на 2 секунды. Отвечаю на торпы и тогда я становлюсь на спорта. Дедушка юного спортсмена говорит, у внука хорошая способность и уверен, что есть шансы попасть на Паралимпиаду. Успехи явные. Даже как бы не верится. Думаю, что он добьется своей мечты. И хотелось бы попасть хотя бы на Литвовский. Последние полтора года бассейн не работал. Здесь шла реконструкция. Спортсмены-плавцы тренировались в спортзале. Вообще не плавали. Вся область удивлялась, почему, как мы можем выступать на соревнованиях, не имея плавательной базы. Мы выступали и занимали призовые места. На технику работали, в зале имитационные упражнения, сила, выносливость. И вот работы завершились. До этого бассейн не ремонтировался 30 лет. Реконструкцию провели за средства из государственного и местного бюджетов. Всего 32 миллиона гривен. Шесть дорожек, 25 метров и сегодня 120 детей могут пользоваться безкоштовно, найсучаснейшей инфраструктурой. Мы уже закончили ремонт в бассейне, там, в фитнес-зале. Также планируем завершить этого года ремонты в зале борьбы, в зале атлетики. И в великом спортивном зале дети будут заниматься футболом и легкою атлетикой. Цего года еще выделено 7 миллионов гривен, для того, чтобы завершить все работы. Реконструкцию всего спорткомплекса ДЮ США обещают закончить к концу года. Здесь могут бесплатно заниматься жители нескольких районов области. Александр Яновский, Светлана Шикера. Подробности телеканал Интер. Харьковская область. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера. До встречи завтра в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова